Ильцем, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш Таро прогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года. Сегодня у меня в работе Таро Ангела-Хранителя и Таро его сообщений. И вспомогательная колода будет. Это Оракул Ленорман, цветы и травы. Интересные такие инструменты. Ну давайте посмотрим, к чему вам готовиться, на что рассчитывать. И что вам принесет эта неделя. Итак, позитив недели, негатив недели и совет от карт. Давайте смотреть, давайте будем анализировать. Напоминаю, что карты, которые здесь ложатся, они идут в позитиве. Правосудие, Тройка мечей и Королева Пентакли. Но для вас здесь идет завершение каких-то процессов. Например, шли судебные разбирательства, бракоразводный процесс, возможно какие-то иски, проверки. То есть здесь наконец-то завершается этот болезненный процесс. Причем обратите внимание, по Королеве Пентакли это остаться при своих интересах. Это получить материальную компенсацию. Это получить, знаете как, восстановление морального ущерба. Если я даже дотяну, что здесь. То есть если это бракоразводный процесс, это остаться при своих интересах. Потому что, как показывают здесь карты, это в первую очередь сохранить свою ценность, сохранить себя, сохранить свои ресурсы, свои финансы. Тройка мечей с правосудием и Королева Пентакли. Давайте объясню еще так. Если вдруг какие-то патовые ситуации с законом, то как бы это сейчас не звучало, но это откупиться. Откупиться от каких-то сложных либо серьезных ситуаций. Так, сейчас даже спрошу, что здесь есть. Ну, видите, для вас по тройке с земли, она же тройка Пентакли, это больше будет касаться вопросов, связанных с работой. А именно, ну допустим, кто был не оформлен, либо были какие-то моменты. Это могут быть какие-то прийти иски от налоговых, от банков, от других проверяющих структур и инстанций по принципу. Покажите задекларированные ваши деньги. Как у вас здесь по факту происходит, да, ситуация, как происходят дела. Потому что вот повешенные, это когда вы своевременно что-то не сдали. Отчеты, декларации, сметы, ну то есть все что угодно. Потому что, видите, вот здесь все подвисло, как бы все на паузе. Вы понимаете, что нужно будет что-то менять. Здесь, в принципе, штрафные санкции, но в любом случае, это знаете, как отделаться малокровью. Например, ехали, вы нарушили там правила дорожного движения. Это оплатили штраф, то есть отделались в этой ситуации какими-то, знаете, как минимальными потерями. Потому что здесь вы не несете какую-то ответственность. Вы будете выходить из состояния жертвы, из состояния застоя. Но давайте проанализируем эти арканы по всем нишам. Итак, если мы смотрим с точки зрения личной жизни, и вы на данном этапе свободны, то здесь ситуация останется неизменной. Потому что паж воздуха, либо иными словами паж мечей, это закрытость, это недоверие. Это, знаете, как излишний анализ. Это излишняя придирчивость к тем кандидатам, которые у вас здесь есть, либо кандидаткам. Вот вы прям закрыты. Выстраиваетесь здесь стену, держите дистанцию. Это, знаете, попытки на рыб. Не успели познакомиться, вы уже на своего кандидата собираете полностью досье. Кто он, что он, родился, женился. То есть все-все вот эти вот данные. Но, знаете, даже владея этой информацией, все равно это вам не даст никакого покоя. Потому что вы не умеете чувствовать людей. Вот это нужно будет прорабатывать. Для тех, кто находится в любовных треугольниках. А вот здесь рыцарь у воздуха, он же рыцарь мечей. Видите, это холодность, это расчет. Это, в первую очередь, ну как вам правильно объяснить. Это интеллектуальный подход. Это заглушить свои эмоции. Это чем-то себя замотивировать. Но и для многих это будет разрыв любовного треугольника. Все, знаете, как убрать ненужную сторону. И по королеве Пентакли, это как отстоять свою задачу, свои взгляды, своего партнера. Можно остаться в партнерских отношениях, но приметам убрать оппонента. Если же вы в стабильных связях, то есть вы встречаетесь, сожительствуете, у вас семья и брак. По восьмерке мечей. Что у нас здесь есть? Видите, это изоляция, как ограничение, как барьер. Сейчас объясню. Во-первых, это, не дай бог, на изоляции можете быть вы, ваш партнер. И вы будете по этому поводу каким-то образом расстроены. Это может быть вопрос расстояния, который вас разъединяет. И вы не можете встретиться, потому что социальные ограничения. Не может человек прилететь, к вам вылететь, до вас добраться. То, что вам разбивает сердце. Но, повторюсь, это вопросы бюрократии. И здесь еще это, сейчас даже спрошу, это касается напрямую вас, или все-таки партнера или партнерши. Но здесь под десятки воды, это все-таки партнер или партнерша. Это, смотрите, ограничение свободы, за которых вы будете переживать. Но не ваше, а вашего партнера, либо партнерши. Поэтому вашим вторым половинкам, сказать, ни где не участвовать, ни в каких массовых мероприятиях, ни в каких разборках. То есть действовать в рамках закона, потому что здесь можете переживать из-за ограничения свободы вашей второй половины. Но вот открывая карту, видите, вот четверка мечей, это как застой. Тут хоть и написано, что медитация, восстановление и так далее. Но четверка мечей у нас также карта изоляции, карта застоя. Поэтому в качестве рекомендации вторым половинам не встревать ни в какие разборки, драки, перипетии и прочие моменты. Потому что, ну здесь это поймите, не есть хорошо. Единственное, что в позитиве могу здесь прочитать карты. Это санаторно-курортное лечение и восстановление опор, простите, сердечно-сосудистой системы. Потому что здесь вот тройка воздуха и королева земли. Они как раз указывают на сосуды, на сердце. Это как грамотная диагностика, грамотное лечение и восстановление. Если же арканы будем смотреть с точки зрения, в первую очередь, работы и все, что с этим связано. Например, вы здесь не работаете. Давайте посмотрим, как для вас ознаменуется эта ситуация. По семерке воздуха, она же семерка мечей. Это будет конфликт. Это будет пояснение взаимоотношений. Вы здесь можете судиться с госорганами, потому что как вас обворовывали, что-то недоплачивали. Либо в первую очередь, знаете, в чем-то вам обманывали, неправильно насчитывали. Или же, например, это могут быть обслуживания. То есть это могут быть концерны, корпорации, которые вас обслуживают. То есть насчитывают какие-то лишние дополнительные оплаты за коммунальные услуги. Либо слишком высокие, вот как подворовывать из вашей корзины. И вы будете это опротестовывать. То есть подавать в суд, требовать компенсации и прочих-прочих моментов, чтобы тем самым сэкономить себе деньги. Так, ну если вы в статусе соискателя, сейчас, конечно, перепроверим, но пока перспектив здесь особых я не вижу. Потому что туз Пентакли это хоть искать шанс, но обратите внимание, правосудие, тройка мечей и королева Пентакли. Здесь еще может прийти осознание, что не хочу я работать на кого-то, а пришло, видимо, время поработать на себя. Потому что, обратите внимание, туз Пентакли и девятка Пентакли это самодостаточность, это реализация. Это как смена мышления, это желание все-таки раскрыть свой потенциал, свой ресурс. Поэтому такая вот кардинальная смена. То есть потому что я не вижу, чтобы вы здесь были наемным работником. Это желание уйти в свое, вот тех, кто ищет. Хорошо, для тех, кто является наемным сотрудником, для вас по колеснице здесь через конфликт, через какие-то вот ситуации. Смотрите, о чем говорит колесница. Увольнение или уход в работу на себя, или же на конфликтной ноте расстаться, и вы как переходите в другой филиал. Но для вас это плюс, потому что для вас это новая должность, новые возможности, перспективы финансового роста. То есть для вас вот этот вот конфликт, этот раздрай, он сыграет на руку. И у многих, повторюсь, это для вас как уйти на конфликте, потому что есть как более представительная вакансия, лучшая вакансия, с лучшими условиями труда, с большей оплатой. Поэтому вы будете цепляться за эту возможность. И сейчас проанализируем для тех, у кого свой собственный бизнес. Как для вас отыграется эта ситуация? Для вас солнце. Процветание, ясность, открытые доходы, увеличение доходов. Если вдруг действительно это было что-то не задекларировано, это открыть, это декларировать. То есть придерживаться такой концепции, что все чисто, официально, открыто, прозрачно. И по сути вы активно будете этим заниматься. По поводу состояния здоровья, повторюсь, вопросы диагностики, сердечно-сосудистые системы и восстановление этих нюансов, если такие проблемы у вас есть. Теперь смотрим, что в негативе. Восьмерка воды, она же восьмерка кубков. И сейчас посмотрим далее. Смотрите, здесь восьмерка воды, десятка земли и шестерка огня. О чем это говорит? Во-первых, это уход в другую компанию. Но для вас это в любом случае победа. Просто ты знаете, как уходить тяжелым сердцем. Это раз. Второй момент. Это незапланированные траты на поездку, на перемещение. Но опять же это в радость. То есть отдых, который поможет, знаете, как окупиться, либо поможет вам восстановиться, либо почувствовать жизнь полной грудью. Дальше. Уход в реализацию, в семейный бизнес и работу на самого себя. У некоторых может отыграться и так, потому что вот, наконец-то я понял, осознал свою ценность. Я хочу своей реализации. Дальше. Если это финансовые нюансы, так как закрыть финансовые долги, либо выплаты по кредитам, которые у вас тяготили. То есть освободиться, победа. Почему в негативе? Ну, потому что, с одной стороны, денег-то вы не видите, вы их отдали. Но, с другой стороны, закрыли все эти моменты, вы счастливы. Еще что здесь. Транспортное средство, которое пришло, оно почему-то значительно выросло в цене. Хотя вы могли оставлять предоплату. Но вот какие-то всплывут нюансы, что вам придется здесь доплачивать. С одной стороны, вам и тягостно, с другой стороны, и радостно, потому что вы тут один такой красивый на последнем Феррари. Но я утрирована, но вы понимаете, о чем здесь идет речь. То есть я не могу это даже назвать негативом. Единственное негативное здесь может быть для вас триада, это кто из одних отношений был. Допустим, любовный треугольник. Из одних отношений уходят другие, строят там семью. Вот это как уходить в новый союз с тяжелым сердцем. Хорошо, совет. Совет по королеве воздуха, она же королева мечей. Это в первую очередь знать свою ценность, осознанность. Все вести официально, в рамках закона. Если необходимо, то есть не пытайтесь сразу хвататься, если вас запугивают. Хвататься за голову, делать выводы, подписывать какие-то документы. Подходите ко всему рационально. Если необходимо, пользуйтесь помощью значимых специалистов, юристов, нотариусов, адвокатов. Опираясь на их помощь, на их знания, на их базу. То есть не сами, не самостоятельно. То есть вникайте в суть процесса, вникайте в суть происходящего. И ко всему подходите с умом. Вот это основное значение и задача по этой карте. Также это аркан социальных связей. Как бы это странно ни звучало, но королева мечей, женщина расчетливая. И она, ну это не с позиции, что вы расчетливы. Это в принципе характеристика ситуации и вас как личности на текущий момент. Соответственно, это вспомнить все свои связи. Вспомнить всех, кто вам за что должен. То есть растормошить всех в любой ситуации, чтобы решить какую-то вашу проблему. Причем решить чисто, аккуратно, официально и с наилучшим для вас результатом. Ну и теперь давайте с вами посмотрим и проанализируем неожиданность этого периода. Чем для вас здесь может ознаменоваться луна, клевер и сова. Ну луна, во-первых, это близкие. Это ваш род. Это то, что вы будете обеспокоены вопросами семьи. Письмо это получение известия. Итак, это решать вопросы, связанные с документами по вашей семье. Это что-то пересматривать. Луна, это может быть вскрытие обмана. Допустим, вы там где-то не показывали доход, который у вас есть. И как следствие клевер и сова. Это за счет чего-то мудрого совета. Либо проявление вашей мудрости грамотно разрулить эту ситуацию. Если накосячили близкие, это счастливый шанс, счастливый случай. За счет ваших связей разрулить эту ситуацию. То есть, вот такие здесь моменты. Видите? Потому что крест ситуация знаковая, кармическая. Но солнце сможет ее решить. Поэтому переживать вам не стоит. В любом случае, давайте так. Все негативные аспекты мы для вас ознаменуем благоприятными. А именно, тузом пентаклей и колесницей. Чтобы у вас были возможности, были ресурсы, было движение вперед. Ну и соответственно, чтобы все негативные аспекты для вас ушли в небытие. Потому что это очень важно, это очень значимо. Вот сейчас мы так и закроем. Здесь колесница. Это будет движение вперед. А здесь туз земли, он же туз пентаклей. Как ваша карта, как ваша стихия. Чтобы у вас все получалось и все решилось так, как вы этого хотите. Искренне, сей душе вам этого желаю. Вот таким выходит для вас расклад на эту неделю. От вас, как всегда, буду ждать обратной связи. Как для вас проиграется данная информация. Как она у вас резонирует. Для тех же, кого интересуют индивидуальные консультации. Или же обучение на картах Таро. То ссылочки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео. Или в шапке YouTube канала. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.